вот счастье она есть как это счастье открывать всю дорогу мечтала сделать вот так налазит крепление все всем привет это первый тест лампа который я собственно купила вот тут вот и выключатель включатель сейчас будем тестировать уровень освещенности так он минимальный так побольше вот теперь смотрим на вот это да теплота света регулируется и теперь очень хорошо видно что я случайно сегодня сбрила свою бровь это ужасно ну что готова я стать великим блогером честно говоря готова каждую секунду этой жизни но без нормального света я считаю что это все-таки проблематично окей ладно бровь отрастет дорогие мои зрители я хочу спросить совета дело в том что выучилась я на художника декоративно прикладного искусства и народных промыслов то есть расписывать матрешек ну или там гобелины плести или там такое необходимое нужное в этой жизни дело как расписывать посуду и тому подобное вот то есть то что в принципе сейчас минимально нужно людям из этого выросло кстати мое увлечение декупажем которые в принципе поинтереснее чем это все вот но попытку попутно с моей учебой в институте я собственно пошла работать на работу меня взяли случайно просто зашел человек к нам в класс и спросил а кто знает коралл дро я сказала я знаю потому что с девяносто четвертого года когда мне было где-то не буду врать около 10 11 лет мне мама показала эту программу и просто мама сама в тот момент училась я у нее спрашивала она меня обучила и соответственно коралл я знала человек который зашел спросил потом сказал есть работа приходите на собеседование а у меня тот момент были фиолетовые волосы потому что случайно неправильно покрасилась я с фиолетовыми волосами пошла на собеседование в строительную контору назывался на квазар офисные перегородки что вы знаете об офисных перегородках и что я знала об офисных перегородках на тот момент да конечно же ничего вот я не архитектор я просто художник я пришла значит устраиваться и устроилась как ни странно мне сказали что мне перезвонят и перезвонили хотя мне вся группа сказала нет я никогда не перезвонит если так говорят мне ничего не будет они взяли и перезвонили и я устроилась работать дизайнером офисных перегородок я рисовала их в коралл дро на самом деле это были наглядные чертежи по которым потом собирались перегородки то есть там были размеры там в общем был внешний вид этой перегородки это для заказчика уже показывалось ну и собственно по ним дай по ним монтажники собирали перегородки нас очень редко брали на объекты потому что в принципе обмерял помещение инженер обрисовывал примерный вид перегородки тоже он все размеры писал он и по его вот этой бумаги мне надо было просто отрисовать я по моему где-то полтора года проработал на этой работе мне кстати там очень нравилось но просто реально устало это была неполная занятость работ находился рядом с институтом то есть я грубо говоря отсиживала пары шла на работу работала там три часа уходила домой была в принципе счастлива если сейчас можно было такое повторить я бы с удовольствием это повторила но но после этого я пошла работать дизайнером печатной продукции извините я не могу улыбаться это было ужасно потому что это была оперативная полиграфия под названием семь минут два начальника 3 дизайнера и куча еще каких-то подневольных людей и на каждого дизайнера было по одному начальнику общем это было ужасно это было очень ужасно я не знаю существует ли это конторы до сих пор но ненормированный график иногда я сидела до 23 00 иногда добиралась пешком потому что метро уже не работала вот мне за это не доплачивали короче да ну его баню а дальше я работала уже сама занятой получается писала портреты делала декупаж декупаж я кстати очень люблю делать на всяких вещах которые для него не приспособлены например ноутбук паспорт ладно паспорт еще кое-как ноут ноутбук принтер сканер даже и мобильный телефон я задекупировала салфеточками с изображением кофе и он кстати был классный но как всегда что-то все это потерялось остались только фотографии все это декупаж делается салфетками дальше меня в угол в голову стукнула фотография мне захотелось стать великим фотографом я просто все время фотографировала я купила фотоаппарат профессиональный в кредит nikon d7000 приладила к нему дешманские советские объективы которые нашла на какой-то барахолке вот начала на это все снимать как-то так все и было и снимала снимала и даже в принципе меня приглашали в садик в группу снимать все эти мероприятия и в общем-то это увлечение оно с 2013 года до наверное 2017 это увлечение просто меня тоже захватывалось головой и нифига не найти не монетизировалась к сожалению но мне очень очень нравилось это делать один из знакомых фотографов сказал что у моих фотографий нету как бы цели нету идеи да я просто тупо снимаю все что мне нравится потому что скорее всего я не фотограф то что я делаю сейчас хотя это тоже нифига не приносит дохода но я занимаюсь своим инстаграмом мне нравится его вести мне безумно нравится его вести мне нравится снимать stories мне нравится снимать видео просто ролики всякие мелкие для него мне нравится снимать природу собачек кошек детишек всякие хайповые темы я толком не знаю как мне что мне продвигать я не знаю а поскольку у меня есть всего лишь я то сейчас я снимаю этот ролик за последние полгода я пришла к очень интересному выводу у меня ведь есть еще youtube канал и вот на этом ю тубе куда скорее всего выложу этот ролик как ни странно происходит движение в отличие от того же инстаграма есть просмотры от 600 до 600 1 ну 600 200 просмотров почти что стабильно это лучше чем собственно в инстаграме ситуация кто-то мне сказал что надо продвигать свой тик ток окей я буду смотреть видео на эту тему я буду это продвигать но я хочу обратиться к вам зрители с одним единственным вопросом вот представьте сколько у интересов сколько я всего умею плюс к этому мне писать стихи пишу рассказы вот очень люблю поговорить и где в этом всем я чем мне заниматься весь свой остаток жизни вот мне сейчас 35 насколько мне там еще хватит чем мне заниматься я понимаю что я наверное сканер есть какое-то такое понятие психологический человек который постоянно пробует что-то новое да но те кто меня знают скажите пожалуйста в чем моя сильная сторона харизма внешность то как я это все описываю или то как я рисую или то как я фотографирую или стихи там проза что да я еще танцевать люблю и пыталась учиться играть на скрипке и выучилась водить машину это было весело я хочу определиться с темой этого блога пока что здесь лежат видео на которых я снимаю заброшки а сегодня купила сэлфи кольцо и поэтому снимают видео я уже давно ждала этого момента да и не накрашенная не очень подготовилась но это первое тестовое видео где я снимаю не кошечек не собачек не заброшки не природу блин а себя вот эту вот себя какая она есть мне интересно люди цепляет ли вас я вот это вот я которая может стать моим брендом цепляю ли я вас насколько артистично насколько вообще я могла бы вести какие-то обзоры или что-то еще мне вот вот честно это просто единственное чего я еще не пробовала я хочу знать ваше мнение поэтому тестовому видео ставьте дизлайки критику давайте критику я хочу критику прям сейчас давайте да побольше я хотя бы знать буду что мне ожидать что мне поменять вот потому что канал он живой я хочу чтоб тут была движуха я хочу чтобы подписывались люди я хочу быть уверенной в том что я делаю пока что я иду на ощупь в темноте я какие-то смотрю ну видео по продвижению какие-то курсы пытаюсь пройти но это все пока без системы в любом курсе есть вопрос какая тематика вашего канала что вы собираетесь продвигать про что вы и вот сейчас я пытаюсь с этим вопросом определиться точнее с ответом на этот вопрос спасибо за внимание надеюсь что не очень вас утомило и до новых встреч я думаю что это не последнее видео в таком формате кстати где находится камера я уже поняла уж ошибки учтены и еще очень хочу захвастаться тем что шапку для своего youtube канала я делала сама то есть рисовала я эту лисичку логотип и шапку это все я ну я же художник